Здравствуйте! Это «Время жить»! Программа о здоровье, фитнесе и медицине. Сегодня вы увидите Скандинавская ходьба. Что это такое? Изжога. Как от нее избавиться? Сахарный диабет. Что нужно знать об этом заболевании? Скандинавская ходьба. В России есть немало приверженцев этого массового феномена. Популяризация скандинавской ходьбы привела к тому, что на улице встречается все больше людей разного возраста, поодиночке, даже семьями, шагающих с палками, похожими на лыжные. Энтузиастов этого вида спорта можно встретить и в Рязани. Среди них и Дмитрий Чекалин. Многие спрашивают, что это интересуется. Кто-то с улыбкой смотрит, думает, что это лыжник без лыж. По-разному. Но в основном все, конечно, интересуются, спрашивают, положительно относятся. Дмитрий занимается скандинавской ходьбой уже пять лет. В одной из поездок в Европу он обратил внимание на этот необычный фитнес. Запомнился он ему сразу, а вот проникся им постепенно. Много читал, узнавал у знатоков о плюсах и минусах тренировок. Выяснял, какие палки нужны для скандинавской ходьбы. Думал сначала, что лыжные. Оказалось, что нет. В общем, это вот наконечник, который используется для грунта или снега. Вот это просто металлический. А если ходить по асфальту, то нужно одевать насадки. Они такие вот резиновые в виде башмачков. Они надеваются на палку и тогда удобнее отталкиваться от асфальта. И еще палки они телескопические. То есть здесь выравнивается длина под рост человека, чтобы было комфортно. Потому что длина у палок для скандинавской ходьбы, она меньше, чем для лыж. То есть они такие короткие. Три-четыре раза в неделю Дмитрий Чекалин берет специальные палки для скандинавской ходьбы и идет тренироваться в лесопарк. Он говорит, что для поддержания хорошей формы заниматься таким фитнесом достаточно в течение получаса. Для того, чтобы похудеть, немного больше. Примерно час. Нагрузка приятная сама по себе. То есть она равномерная. Вы когда идете, вы не чувствуете усталости. Если вы идете в ровном, хорошем темпе, чувствуете просто какое-то наслаждение от ходьбы. Некоторые специалисты относят скандинавскую ходьбу к кардиотренировкам. Она держит в тонусе мышцы верхней и нижней части корпуса одновременно. Если при обычной ходьбе только 40% мышц задействуются, то при скандинавской 90%, потому что еще участвуют руки. И 20-30% ударов, которые во время ходьбы, они передаются на руки, тем самым защищая суставы. В крупных городах уже создаются целые клубы любителей данного вида ходьбы. А фитнес-клубы включают его в список своих занятий на свежем воздухе. Ходить можно в любую погоду, в любом месте. Все очень легко. Никакой специальной подготовки спортивной. Не нужно никаких тренажеров покупать, ничего. Просто палки, все, больше ничего. Удобная обувь, любая одежда и вперед. Этот вид фитнеса доступен людям любого возраста и уровня физической подготовки. Ограничений для занятий практически нет. Нужно лишь преодолеть свою застенчивость. Изжога – очень неприятное ощущение. Лучше всего его можно описать словами «пожар в груди». Кто сталкивался с этим хотя бы один раз, наверняка помнит его. А ведь есть люди, страдающие от изжоги очень часто. О чем она свидетельствует и как с ней бороться, расскажем в следующем сюжете. По статистике, абсолютное большинство людей страдает изжогой в той или иной степени. Главная причина ее появления – неправильное питание. Проглоченный в спешке бутерброд с колбасой, да еще запитый горячим кофе, часто вызывает это неприятное ощущение. У нас располагается кафедра пропедевтики внутренних болезней. И они участвовали в достаточно многоцентровом исследовании МИГРЭ. Это как раз проводилось исследование по гастроэзофигальной рефлексной болезни, по частоте изжоги среди населения. Проводился обзвон большого количества населения. И, в принципе, достаточный процент населения предъявлял жалобы на изжогу. И вот по данным этого исследования, многие, в принципе, не обращаются или занимаются самолечением. Поэтому, конечно, если этот симптом является упорным, обязательно надо обращаться к врачу, проходить исследование и проводить лечение. Изжога – это не самостоятельное заболевание, а симптом, который встречается при язвенной болезни – гастритах и рефлюкс-эзофагите. Она – чистый признак грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Но, столкнувшись с ней, не спешите ставить себе эти неприятные диагнозы. В большинстве случаев изжога всё же следствие неправильного питания, повышенной чувствительности к некоторым продуктам. Если изжога появляется совершенно редко и связана с перееданием, с употреблением острой, жирной пищи, которая бывает редко, то можно принимать антоциды, препарат, который обволакивает. Но если это, опять же, упорный симптом, то следует обратиться к доктору. Считается, что высокая вероятность возникновения изжоги у людей, страдающих постоянными стрессами. Прочими причинами, вызывающими жжение, являются переедание, очень холодная, горячая, острая пища и другие факторы. Причиной изжоги является заброс кисло-желудочного содержимого в пищевод. Это может быть связано либо со слабостью пищеводно-желудочного перехода, либо со сока кислотностью в желудке. И проявляется это с жжением за грудиной, то есть без боли, просто с жжением за грудиной. Если изжог упорный, то также необходимо провести обследование. Основной метод – это фиброгастроскопия, которая покажет степень воспаления в пищеводе и характер поражения. И, соответственно, уже после консультации на участкового терапевта или гастроэнтеролога, пациенту будет назначено лечение, если оно того потребует. Столь неприятное ощущение может иметь и такие корни. Вы поели перед сном даже не обязательно плотно. Однако, как только вы заняли горизонтальное положение, может появиться изжога из-за того, что в такой удобной для многих позе кислота затекает в пищевод и начинает беспокоить человека. Вероятность неприятных ощущений велика из-за избыточного веса, туго затянутого пояса или в случае, если бы всерьез взялись за поднятие тяжестей. Изжога является проявлением еще такого заболевания, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Вот как раз при наличии грыжа пищеводного отверстия диафрагмы мы не рекомендуем больным после приема пищи сразу ложиться, перетягивать живот, осуществлять какие-то физические нагрузки в наклоне, есть большим порциям. То есть питание должно быть дробное, частое, маленькими порциями, чтобы не провоцировать вот эти забросы из желудка пищевода. Народных методов лечения изжоги очень много. Так считается, чтобы быстро избавиться от нее, помогает обычная пищевая сода, разведенная в стакане теплой воды. Однако врачи предостерегают людей, использующих такой метод. Очень часто люди при изжоге потребляют соду. Я категорически не рекомендую этого делать. Это очень вредно, очень плохо сказывается на слизистой пищеводой желудка в дальнейшем. Поэтому если же это все-таки упорно, стоит обратиться к врачу и пройти обследование и получить полноценное лечение. Если изжога стала привычным явлением, значит, пора обследоваться и серьезно лечиться. Терпеть ее не стоит. Пока вы страдаете, кислота разрушает слизистую оболочку желудка и пищевода. Происходит нечто вроде химического ожога. Берегите свое здоровье и не откладывайте визит к врачу. Сахарный диабет входит в тройку самых распространенных видов заболеваний после онкологии и болезни сердечно-сосудистой системы. Сегодня число заболевших в мире стремительно растет. Причины этого заболевания могут быть самыми разнообразными. Однако независимо от того, каков основной фактор, приведший к этой болезни, и каков тип сахарного диабета, помочь больному можно всегда. Сахарный диабет в состоянии, при котором в крови слишком высокий уровень глюкозы. В этом состоянии возникает парадоксальная ситуация. Сахара достаточно, а ткани всего организма испытывают голодание. Происходит это из-за того, что сахар не может самостоятельно проникнуть в клетку и остается в крови в виде бесполезного балласта. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения бьет просто в набат и бьет тревогу по поводу того, что очень растет во всем мире сахарный диабет. Не только в нашей стране, а во всем мире, особенно во всех развитых странах. Растет настолько быстро, такими семимильными шагами, что вот эта организация здравоохранения, прогнозируя вперед лет на 10-15, все время эту цифру увеличивает. И, например, сейчас мы уже говорим, что к 2030 году у нас будет около 530 миллионов больных с сахарным диабетом в мире. Полмиллиарда больных. Представляете эту цифру? К сожалению, не все даже знают о том, что больны, хотя начать лечение можно на ранних стадиях, что значительно улучшает качество и продолжительность жизни. В нашей стране вот на сегодняшний день 3 миллиона выявлено диабетиков, а умножить на 3 еще 6 миллионов ходят, не зная о том, что у них сахарный диабет. Они об этом узнают, но не сейчас. Пройдет время, 3-5 лет, когда они узнают. Но время идет, сахар ненормализован, человек не лечится, и диабет делает свои осложнения. Врачи-эндокринологи говорят, что это скрытность и позднее выявляемое заболевание – одна из наиболее серьезных проблем, с которой они чаще всего сталкиваются. И это при том, что сахарный диабет, повторим, сегодня входит в тройку самых распространенных видов заболеваний. Почему же распространение диабета в мире неуклонно растет? Потому что три фактора существуют, факторы риска в развитии диабета. Первый – это гены. Мы получаем их от родителей. Наши пациенты выживают, живут, работают, женятся, выходят замуж, рожают детей. Своим детям передают гены с сахарным диабетом, отягощенные с сахарным диабетом. Поэтому то поколение, которое сейчас рождается, уже несет генетическую информацию о сахарном диабете, особенно второго типа. То есть диабет среднего и пожилого возраста. То есть гены – раз, второй – возраст. Где-то старше 50 лет риск заболеть диабетом значительно возрастает. Гены и возраст мы с этим поспорить никак не можем. Это нам дано, возраст повышается, гены мы уже получили. И третий фактор риска очень важный – это лишний вес, ожирение. И на сегодняшний день тенденция такая во всем мире и в нашей стране, в России, что число точных людей, больных с ожирением, возрастает неуклонно. Мы много едим жирной и сладкой пищей, мало двигаемся, наша жизнь наполнена стрессами. Мы нервничаем, беспокоимся, а это далеко не позитивно влияет на наше здоровье. Если образ жизни не поменять, со временем это может привести к сахарному диабету. Практически у 80, да может быть даже у 90 процентов диабетиков второго типа есть лишний вес. Вот именно тот фактор, с которым мы можем поспорить. Именно с лишним весом. Поэтому всегда нужно всем врачам-эндокринологам и терапевтам призывать, чтобы пациенты худели, хотя бы вот пока они это могут сделать в молодом возрасте, в молодом среднем возрасте. Когда человеку 70 лет или за 60, ему сложно уже похудеть, он практически не может потерять этот вес набранный. А когда ему 30-40, он активный, подвижный, надо худеть, надо нормализовать свой вес, чтобы убежать от диабета. Убежать. Это как раз первичная профилактика диабета, это нормализация веса. Изменить свой привычный рацион кажется сложным только поначалу. Исключите жирные продукты, ешьте больше овощей. Замените калорийные пирожные вкусными фруктами. Все это поможет вам избавиться от лишних килограммов и избежать сахарного диабета. Я исключила сахар из своего рациона и считаю, что это правильно. Я думаю, что полностью исключить сахар всему населению просто невозможно, потому что это вкусно, это интересно, это улучшает наше настроение и так далее. Но всему нужно знать миру. То есть мы можем есть что-то сладкое, но не переедать это сладкое. Понимаете? Ну и если мы не будем это переедать, у нас вес не будет как бы избыточным, не будет ожирения. И поэтому не будет сахарного диабета. Если от недуга не удалось уклониться, заболевание лечится гораздо успешнее, если удается убрать избыточный вес. Врач назначит вам соответствующую диету. Она будет исключать чистый сахар и многие продукты, которые в избытке содержат его. И, конечно же, вам назначат необходимые лекарства. Сейчас много групп таблетированных препаратов, которые имеют разный механизм действия. Врач-эндокринолог хорошо владеет, какой препарат назначить. Но если таблетированные препараты неэффективны, то мы назначаем инсулин. Ну, на третьем месте я бы поставила дозированную физическую нагрузку. То есть человек должен обязательно двигаться, но дозированно. Не так. Сегодня лежу, а завтра копаю огород с утра до вечера. И на другом месте, это какое уже по счету получается? Четвертое место – это самоконтроль. То есть наши сейчас пациенты почти все имеют глюкометры. То есть такие аппаратики для экспресс-измерения глюкозы крови. У каждого пациента есть свой глюкометр. Он дома измеряет натощак и в течение дня после еды, через два часа. И измерив сахар крови, он информирован, он знает, как поступить в том или другом случае. В настоящее время сахарный диабет уже не является заболеванием, которое бы лишало пациентов возможности нормально жить, работать и заниматься спортом. При соблюдении диеты и правильном режиме, при современных возможностях лечения инсулином и другими лекарствами, жизнь больного ничем не будет отличаться от жизни здоровых людей. Известный писатель и натуралист Генри Дэвид Торо как-то сказал, судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне. Я желаю вам радоваться каждому утру, а еще чтобы весна в вашей душе была в любое время года. Редактор субтитров А.Семкин